Спасибо. Слово предоставляется экс-башкану Гагаузии, Кройтер Дмитрию Васильевичу. Добрый день, уважаемые друзья. Добрый день, коллеги. Очень давно я не видел многих из вас и очень-очень рад сегодня приветствовать вас. Было бы совершенно не галантно с моей стороны не начать мое выступление с поздравления сегодняшнего башкана с днем рождения. Дмитрий Васильевич, аванс, у меня день рождения в понедельник. Спасибо в любом случае. Мы же в таком составе не соберемся. Поэтому я хочу пожелать вам крепкого здоровья и успехов на нелегкой ниве служения нашему гагаузскому народу. Теперь, что касается повестки дня. Вы знаете, она настолько актуальная, что вот по дороге сюда, в Дом культуры, меня спрашивают, ага, Кройтер Дюне политика, вот и Гельмш Брей. Нет, я не возвращаюсь в политику. И я здесь не потому, чтобы нарабатывать какой-то политический капитал, а потому, что страна наша в опасности. В реальной опасности она находится. Я убежден, что в этом зале все, кто пришел, все, кто сидят и все, кто стоят, как один проголосуют за эту резолюцию, которая предполагает сохранение статуса независимого государства Республики Молдова. Как один мы подпишемся под этой резолюцией. Я убежден, что нас поддержат все жители нашей автономии. Нас поддержат те, кто сегодня смотрит наше мероприятие по телевизору, сидит у радиоточки и с замиранием сердца ожидает решения высшего собрания гагаузского народа. Друзья, все жители, все граждане Республики Молдова, ратующие за сохранение этой страны, мы с вами и гагаузия вас никогда не предаст. Вы должны это знать четко. Я думаю, сегодня с этой высокой трибуны мы должны сказать тем, кто уже подписал, тем, кто заносит ручку, чтобы подписать пусть и символические резолюции по объединению, по присоединению к Румынии своих населенных пунктов. Господа, Молдова – это не только ваша Родина, это и наша Родина. И решая ее будущее, решая ее перспективу, вы должны посоветоваться с нами. Обязательном порядке. В нашей короткой истории, совсем недавней истории, был один персонаж, который хотел нас за одну ночь превратить в румын. И наш народ встал как один. И если кому-то сегодня в Республике Молдова требуется это подтверждение, знайте, гагаузский народ готов это подтверждение еще раз вам продемонстрировать. Я думаю, что мы должны обратиться не только к тем, кто подписывает, но и к тем, кто заказывает эти подписи. Неужели вам кажется, что это процесс спонтанный? Неужели кому-то может показаться, что это самопроизвольный процесс подписания этих деклараций? Ни в коем случае. Сидят люди в тиши кабинетов и подталкивают других на подписание этих резолюций. Зачем? Только для того, чтобы заработать политический капитал. Только чтобы разделить нашу страну по геополитическому принципу. Только для того, чтобы народ не спрашивал, почему в 10 раз заработная плата здесь меньше, чем в соседних государствах. Только чтобы народ не спрашивал, почему, как сказал Михаил Васильевич, такой дорогой газ. Только чтобы люди не спрашивали, а где, собственно говоря, украденный миллиард. Почему ничего мы не слышим про это? А надо, чтобы мы с вами на эту тему не рассуждали. Надо, чтобы мы говорили про сохранение независимости Республики Молдова. Все, кто зарабатывает этот политический капитал, все, кто заказывает эти декларации, должны однозначно знать. Гагаузская автономия признана не только в Республике Молдова. Я говорю вам это ответственно, как человек, который 15 лет работал за рубежом. Гагаузская автономия признана сегодня во всем мире. И не только гагаузский народ, но и все, кто рядом с гагаузским народом, не дадут и не позволят Гагаузию затащить сегодня в Румынию. Будьте в этом уверены. Но выступая перед такой уважаемой публикой, я не могу не затронуть еще один вопрос. Вопрос, который в самом начале сказала Ирина Федоровна. Наша страна будет сильна тогда, когда сильной будет наша автономия. И я с этим полностью согласен. Это очень важный вопрос. Может быть сегодня не время его обсуждать. И если не время его обсуждать, давайте не закрывать сегодня это высокое собрание. Давайте его только прерывать. Давайте встретимся в таком же, а может быть и большем составе через две недели, для того, чтобы ответить на один единственный вопрос. Что происходит с нашими полномочиями? Где закон об особом правовом статусе? Где наша налоговая инспекция? Где наши права на свободные СМИ? Где назначение руководителей? И пройдемся по всему закону. Почему сегодня этот закон не выполняется? Почему он выхолощивается? Как мы можем говорить о сильной автономии, если день за днем у нас эти полномочия просто отгрызают? Вы знаете, я не могу не читать новости, где бы я ни был. В России, в Африке, в Америке, где бы я ни находился. Первое, с чего я начинаю, это все гагаузские новости. И иногда до смешного, неудобно, когда я читаю, как ругаются между собой депутаты разных фракций нашего парламента, обвиняя друг друга в том, что это ты виноват, что мы не получили нужную нам квоту, это вы виноваты, что мы не получили эту нужную квоту. Ребята, не ругайтесь. Каждый из вас на своем месте делает то, что он может делать в силу своего опыта и подготовки. У нас нет никаких сомнений, что вы прикладываете все свои усилия. У меня нет сомнений, что усилия прикладывает руководство автономии. Но сегодня решает кто-то другой. И нам нужно определиться, как мы ведем переговоры с этими людьми, кто сегодня решает судьбу нашей страны. Нам нужно, как сказал Владимир Михайлович, вести переговоры, находить решения, но настаивать на том, чтобы наш статус выполнялся. Или нам нужно подумать, как мы живем дальше. Спасибо вам огромное. Всего самого доброго.